25-летию Оренбургской области и 295-летию Оренбургской губернии. В творческом состязании приняли участие 59 человек. Нужно отметить, что возраст участников от 16 до 80 лет. Ну а география работ представлена Оренбургом, Новотроицком и Летом, Орском, Узулуком и Грусланом, Метногорском, а также Кувандырским городским оборудов, Толуаревским и Оренбургским районами. Среди снискателей известные военбургские композиторы Сергей Шамкаев, Александр Зельцов, Андрей Аутеев, Андрей Распоместный, поэты Александр Степанов, Геннадий Коняхин, а также молодые авторы и исполнители, которые представили работы различных жанров и направлений. В ходе обсуждения кандидатур членами конкурсной комиссии принято решение выбрать трех победителей. Для вручения специального приза мы приглашаем на сцену члена конкурсной комиссии, директора издательского дома «Южный Урал» Ольгу Ивановну Тедюру. Добрый день, уважаемые зрители! Мне очень приятно было, что я вошла, что меня взяли в конкурсную комиссию, и я осмотрела, отслушала все эти прекрасные песни, и очень сильно была у тебя, насколько у нас таланта, сколько у нас замечательных людей, которые способны создать такие прекрасные произведения. Было очень много песен о России, было очень много песен о Галентурже, но коллектив газеты «Южный Урал» тронуло... Ну, много очень хороших песен выделили, но решили отметить песню «Светлана Медведевой» маленький и маленький город в Большой области. «Южный Урал» тронуло в Большой области. Позвонит, скажет свои контракты, мы обязательно ее подпишем на нашу газету. Ну и, конечно, материал о ней читайте в ближайшем номере, и не только о ней, о сегодняшнем дне, о этом фестивале, о конкурсе. Пожалуйста, смотрите, читайте, а мы рады работать для вас. Мы приглашаем на сцену исполняющего обязанности министра культуры и внешних связей Оренбургской области с целью объединения творческих сил для создания музыкальных произведений об Оренбурге, его людях и традициях. Мы приглашаем на сцену исполняющего обязанности министра культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Ивановна Шевченко. Друзья, мы когда достали план юбилейных мероприятий, посвященных юбилею области и губернии, хотелось, чтобы появилось что-то новое. И тогда пришла такая почти спонтанная идея явить два конкурса. Один из них — это на лучший проект в сфере культуры, посвященный губу юбилею, а второй — второй конкурс, вот тот, о котором идет речь сейчас. Были сомнения, оказалось, нам не очень много времени для того, чтобы представить новые произведения. Нам хотелось услышать именно новые попытки творческие. Но, тем не менее, его хватило для того, чтобы 50 человек представили свои творческие попытки, свои творческие наработки на этот конкурс. Здесь в зале присутствует несколько членов комиссии. Я думаю, что они меня поддержат в мысли о том, что, да, может быть, не случилось каких-то творческих прорывов и каких-то вот открытий. Но самым большим, самым приятным открытием и пониманием было то, что столько прекрасных людей, готовых слова складывать в строчки, строчки в рифмы, накладывать на музыку. И в каждой из этих строчек невероятная любовь к своей стране, к своей области, к людям, которые здесь живут. И в этом, наверное, самая главная миссия этого конкурса и всего того, что мы с вами делаем. Я очень рада, что обозначили. У нас, кстати, по условиям конкурса члены конкурсной комиссии могли присудить до трех номинаций. То есть могли одну, если вам оказалось только одна, могли две. Но мы не смогли. Мы воспользовались полной возможностью условий конкурса и присудили действительно три премии, три награды. Был, конечно, абсолютный победитель, но, тем не менее, поддержали сразу трех авторов, потому что там хорошие слова, хорошие строчки. И я искренне надеюсь, что эта музыка будет звучать. Уважаемый Евгений Валерьевна, мы сейчас попросим вас наградить победителей. Сертификатом победителя номиналом 25 тысяч рублей награждается Вероника Пиринова, автор музыки песни «Российская земля. Город Горс». Сертификатом победителя номиналом 25 тысяч рублей награждается Олег Невчук, автор музыки и слов песни «Будет все, как в мире». Село Пономаревка. Аплодисменты номиналом 25 тысяч рублей награждается Вероника Пиринова, автор музыки и слов песни «Край родной. Город Город Город». Аплодисменты номиналом 25 тысяч рублей награждается Вероника Пиринова, автор музыки и слов песни «Будет все, как в мире». Только те, которые были признаны победителем, войдут в репертуар лучших профессиональных коллективов Альбургской области для авторов, для начинающих авторов, самодеятельств. Мне кажется, это тоже важные моменты, важная награда. Но я еще, перед тем, как мы идем со сцены, хочу поблагодарить вас, уважаемые зрители, за ту потрясающую атмосферу, которую мы ощущаем сегодня в этом зале. На сцене происходил большой творческий марафон. Сегодня на сцену вышли несколько сотен самодеятельных артистов, это живой концерт, у них теперь же были какие-то шероховатости. Но то, что это все было сглажено и компенсировано вашим душевным приемом и поддержкой, это самое замечательное. Спасибо вам огромное.